Слава Украине! Привет всем от Полонского! Эх, ёлки-палки! И опять агент Дыркин. Ой, Гиркин. Гиркин мы разместили только что на телеграм-канале. Ссылка, как обычно, в описании к ролику. На этот раз большое, там, по-моему, 7,5 минут видео. Но оно, знаете, стоит того, чтобы его послушать, он разглагольствует о том, почему Россия побоится применить ядерное оружие. С его посылами я частично согласен, частично не согласен. То, что, ну, давайте, скажем так, я расскажу, что он считает, и потом мы сами порассуждаем, почему они не применят ядерное оружие. Значит, он рассуждает о применении ядерного оружия приблизительно, вот, преподносит такой пример, это когда у вас горит, извините, это когда у вас в доме завелись клопы или тараканы, а вы вместо того, чтобы сходить на ближайший базар, купить какую-то химию, какой-то там, не знаю, как там там, местос называется или еще что-нибудь, и покидать его в углах комнаты, берете и кардинально решаете вопрос, спалив собственный дом из-за того, что в нем завелись тараканы. Да? Ну, глупости. И вот он сравнивает это с применением ядреного оружия. Тут нельзя не согласиться, так это и есть, потому что оно спалит всех, это без вариантов, победителей не будет. Но это большое, это ядерное оружие, да? Хотя касается и тактического тоже. Вот. И он, собственно говоря, высказывает такое мнение, что с которым я... Вот с этим я, в принципе, да, согласен. То есть, это несоизмеримость происходящего реакции на него. Да, это в Кремле имеет место быть, такое мнение. И еще один момент, на который он указывает внимание, это на то, что применение тактического ядерного оружия, которое вроде бы не такое вот большое, как и не такое разрушительное, как стратегическое ядерное оружие, которое просто все сотрет с лица земли. А здесь, допустим, он говорит, ну вот мы можем рубануть по какому-то мосту, завалить какой-то мост. Действительно, тактическим ядерным зарядом можно завалить какой-то мост. Можно, об этом все знают прекрасно, да, можно. Но Дыркин продолжает рассуждать, какие за этим последуют последствия. Вот тут я с ним не согласен, но высказывайте свое мнение. Он говорит, что в этом случае, в течение двух недель, максимум месяца, у Украины будет ядерное оружие, которое она сразу же применит против России. Но действительно, если у нас в такой ситуации, после применения против нас ядерного оружия, появится ядерное оружие, да, мы его применим, несомненно, против агрессора, который уже его применил против нас. Еще он рассуждает о такой вещи, что применение ядерного оружия в том виде, в котором оно подразумевало, подразумевало применение тогда, когда его создавали, тогда, когда тактическое ядерное оружие было в проекте, а это были 50-е, 60-е годы прошлого века, то тогда война велась целыми дивизиями, полномасштабными, полнокадровыми, то есть там 10-12 тысяч человек, они стояли в одном месте, рядом с ними стоит в одном месте там тысяча танков и готовится прорыв в направлении населенного пункта А или Б, да. И тут, если вот по кумполу, вот такой вот полнокадровой дивизии прилетает ядреная бомба, пускай маломощная, она уничтожит из тысячи танков пускай 500, а из, не знаю, 10 тысяч человек личного состава тысяч 7, наверное. О! Вот это имеет смысл, да, то есть вывести сразу из строя целую дивизию. И дальше он рассуждает следующим образом, а какой смысл это делать сейчас, там, где раньше стояла дивизия, в современной войне стоит взвод или рота максимум. Потому что больше не имеет смысла, если ты расположишь там больше людей, вот на расстоянии там, пускай там, да, на фронте 5-7 километров, 10 километров, расположишь там много людей, то прилетит артиллерия, у тебя вместо, грубо говоря, там 100 человек, которые у тебя там находятся в окопах, да, будет ведь там 800 человек, ну, вот 800 человек и потеряешь. Поэтому в настоящей войне на самом переднем фланге там не находится, он не настолько насыщен ни людьми, ни техникой, с тем, чтобы не понести катастрофические потери от ведения артиллерийского огня с другой стороны. Это абсолютно очевидно. Но не абсолютно очевидно, кстати, для России. Вот российцы так и воюют. У них, если вы посмотрите на сегодняшний день, огромное скопление личного состава на переднем крае. Так что, если у нас появится оружие, пускай не ядерное, но сравнимое по своей действенности с ядерным, и мы шандарахнем по ихнему переднему краю, то вот у них такие, да, будут потери приблизительно такие же, как были бы в 50-е, 60-е годы прошлого века. Просто потому, что они воюют по лекалам 50-го, 60-го года прошлого века. Кабы не еще раньше, кабы еще не методами Второй мировой войны. Как раз вот применение тактического ядерного оружия в отношении российской армии, оно чисто теоретически было бы более оправдано, просто потому, что они сконцентрируют огромное количество людей и техники на одной территории. Причем в течение долгого времени. У нас такого оружия нет. По крайней мере сейчас. Теперь, в чем я не согласен с тем, что нам дадут это оружие, я не думаю, что... Не, ну может Дыркин знает больше, чем я, я не буду спорить. Но я не думаю, что нам его дадут. С другой стороны, смотрите, он утверждает следующую вещь, что мол, им его дадут для того, чтобы они шандарахнули по нам как следует, а мы в ответ шандарахнули по ним. И так, мол, славяне будут кондропупить друг друга до умопосинения. Поэтому он говорит, что и я, говорит, более чем уверен, что им это оружие дадут. Я скажу по-другому, я не думаю, что нам это оружие дадут. Ни в каком варианте. Потому что война тогда выскочит из-под контроля. Но вот то, что пойдет ответка от наших, очень серьезная, это однозначно. Если против нас будет применено оружие массового уничтожения, вы же прекрасно понимаете, что можно ответить, ну вот скажем так, немножко не так, как они это делают. Но у них очень много... То есть мы можем, смотрите, я не буду сейчас советовать, как это делать, но я скажу так, что мы можем нанести сравнимые с атомной бомбой потери в живой силе и техники вряд ли, но в живой силе да. Особо не взрывая никакую бомбу. Просто в силу растянутости и достижимости их коммуникаций, городских служб и прочего, прочего, прочего. Просто они прекрасно знают, что в результате потерь больше понесут они. Плюс у штатов, у союзников появится повод для, скажем так, поражения обычным оружием, например, сразу всего Черноморского флота. Или передача нам этого оружия, формально мы его им поразили. Скажем, сразу весь Черноморский флот уничтожить за 10 минут, или уничтожить какие-то огромные военные базы российские где-то там в глубине территории. Это все сделать возможно. Без всякого ядерного оружия. То есть у них в этом случае потери будут в результате больше, чем у нас. Потому что еще раз говорю, ну они шарахнут ядерным зарядом, они этого делать не будут, но вот предположим, они шарахнут ядерным зарядом по месту, где у нас, ну, не знаю, там 100-150 человек, 200-300 человек в одном месте. Больше у нас никогда не бывает. Это развязывает нам руки для ответа гораздо более серьезного в той же Москве. Сейчас мы этого не делаем, но у нас есть возможность это сделать. Поэтому они этого делать не будут. Не будут. И еще один момент. После, о чем, кстати, Геркин Дыркин не говорит, почему Кремль это не сделает. Смотрите, прежде всего, их, опять-таки, ситуация не изменилась с прошлых годов. Их жены, дети и так далее, и так далее, находятся в Соединенных Штатах, в Великобритании, во Франции, даже в Германии. Они еще в случае ядерной войны будут бомбить собственных жен, детей, любовниц и собак-любовниц. Ну, что-то как-то слабо верится. То есть, ну, это как-то уже вообще не вяжется. Первый момент. Второй момент. Путин и его банда моментально становятся целью для ответного удара. Уже они не какой-то там Васька, которого где-то отловили в Магадане, пригнали под Донецк и дали ему старый ржавый автомат и посадили в окоп, откуда он уже никогда не выползет. А уже не этот Ванька, а уже конкретно Путин. И будут долбить по бункеру Путина. Поверьте мне, если бы американцы захотели, с моей точки зрения, жизнь Путина продолжалась бы не больше 15 минут. Вместе со всеми его ПВО. Короче говоря, это будет совсем другая война. Тут уже и мои рассуждения больше, чем Дыркина. С поводу Дыркина можете пройти и посмотреть, что он рассуждает. Я вам скажу одно. Он абсолютно убежден, что ядерное оружие они употреблять не будут. И более того, он сам считает это абсолютно глупым. Абсолютно глупым и абсолютно неразумным. То есть, что странно для террориста. В общем-то, честно говоря, я думал, что он будет более радикален в своих суждениях. Нет. И еще один момент. Он с упорством обреченного и абсолютно глупо, с моей точки зрения, сильно надеется, на ядерное оружие он не надеется вообще. Он надеется на какую-то мифическую мобилизацию. То бишь, мобилизацию сразу всех. Вы просто только один, он не хочет ответить на него. А где вы возьмете для вот этих мобилизируемых, для всех, миллионов, или сколько он там хочет призвать, форму военную, шинели, автоматы, да все, еду, все остальное. У вас ничего нет для этого. Вот у вас вот эти 300 тысяч, которых вы уже мобилизировали, тут из них половина в фуфайках бегает с 35-го года производства. А в фашу вы собрались миллионы дней. А вооружить их вы чем собрались? А обучить вы их как собрались? Ну, бред сумасшедший. И последнее еще, знаете, да, ввиду того, ввиду полной глупости и неадекватности применения ядерного оружия, теоретического применения, потому что применять его практически, конечно же, никто не будет. Да, надо всегда говорить, теоретического применения ядерного оружия России, он сказал так, это глупо и вообще преступно. И поэтому, говорит, я всех считаю, кто это вот высказывает мнение, то бишь Соловьева, то бишь Боброедку и так далее. Вот вы все прекрасно знаете, да, по этим вот видосикам, кто именно призывает к применению ядерного оружия, он их считает всех иностранными агентами и подгавкивателями Запада. То есть, вот Соловьев, пожалуйста, попадает в иноагенты по версии Геркина. Почему? Потому что Геркин, опять-таки, считает, что применение России ядерного оружия, даже тактического, ну, только тактического, так он даже лишний может идти, только тактического, моментально приведет к моментальному вооружению тактическим ядерным оружием Украины. И тогда начнется уже перебранка, переплевка ядерными зарядами. А, соответственно, человек, который может желать вот такой вот эксченджу, такому обмену тактическими ядерными ударами среди славян, может быть только не славянином, и только врагом, и вообще иностранным шпионом. Вот коим он и считает боброедку, помета, и так далее, и так далее, и так далее, всю эту публику, которая к этому всему призывает. Вот какой интересный жабагадюкинг. А вы что думаете по данному поводу?